Черри, Хавал, Джили, Чанган, Эксид. Я вас уверяю, это не случайный набор букв и даже не КД от какой-нибудь GTA. Это наши с вами современные реалии, а если быть точным, китайские марки автомобилей, которые заполонили наши с вами города. Я напоминаю всем, вы на канале компании Caravan Car, меня все так же зовут Кирилл, и сегодня у нас на обзоре первый привезенный нами китаец. А если быть точным, Черри... Черри Тига 7 Plus. Давайте разбираться с ним. Продолжение следует... Я думаю, что у большинства наших телезрителей Черри ассоциируется сугубо с гением инженерной мысли, с вот этим инженерным чудом Черри Амулетом, которому 10-15 лет назад отроду. И, ну, цензурных слов подобрать под нее просто невозможно. Но я хочу вас заверить, что смотреть на современную китайскую продукцию, на Черри в частности через призму Черри того же Амулета, максимально глупо. Китайское автомобилестроение шагнуло в стратосферу по сравнению с тем, что было до этого. Также стоит отдельно отметить, что линейка кроссоверов под названием Тига у концерна Черри очень-очень огроменна. Тига 3, Тига 4, Тига 5, Тига Иксы, Тига Про, Тига Плюсы, Тига Максы. Про каждую говорить нет смысла, потому что машины все плюс-минус новые. И я уверен, в ближайшее будущее мы привезем эти экземпляры и более подробно о них и поговорим. У нас, я напоминаю, Черри Тига 7+, и вот именно про него в этом выпуске и пойдет речь. Отдельно проговорю следующий момент. Если вы попали на канал случайно, мы компания Caravan Car, которая занимается именно привозом автомобилей. Из Японии, из Кореи и теперь уже из Китая. С дилерскими автомобилями мы отношений никаких не имеем. Но так как китайский авторынок довольно свеж, стоит проговорить очевидную вещь. Все, что продается в Китае, также имеет наши дилерские аналоги. Вот это, например, Черри Тига 7+, а у нас она в дилерских центрах продается под названием Черри Тига 7 Pro Max. Как айфон, легко запомнить. Вообще, что хочется сказать про внешку вообще, по-моему, всех китайцев. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Что я имею в виду? При взгляде на любого китайца, опять-таки, абсолютно любого, складывается ощущение, что где-то я это видел. Вот смотришь на них и думаешь, жопа вроде от BMW, перед от Audi, выхлоп от Dodge, решетка от Lexus. Огнеющие пороги от четырки. Но разве брать лучше у лучших это плохо? По-моему, это оптимальный путь. Да и как у нас в народе говорят, все новое это хорошо спичанное старое. Думаю, хватит на этом лирики. Предлагаю уже более подробно и более близко познакомиться с этим китайским красавцем. В круг у нас обвес из черного пластика. Он у нас есть и спереди, и сзади. И по бокам колесные арки наши декорированы черным пластиком также, чтобы соответствовать цвету обвеса. И классные диски 18-го размера. Машина у нас в этот раз с рейлингами. И приоткрывая завистами, скажу, что в Китае машину без рейлингов найти сложнее, чем с рейлингами. Окрашены они в очень приятный серебристый цвет. В ушках наших китайских есть повторители. Также уши и ручки дверей повторяют цвет кузова. Кузов у нас, как вы видите, приятного небесного, или я бы даже сказал поднебесного цвета. Действительно тонко. Вот мы смотрим, смотрим на этого китайца. И у меня, лично у меня, возникает в голове та мысль, которую я озвучил ранее. Вот смотрю я и думаю, где-то я тебе видел. Но только где? На передних и задних бамперах у нас располагаются вот такие серебристые молдинги. Здоровая массивная у нас решетка радиатора с фирменным значком черри. Если вы не знали, как выглядит логотип черри, вот он похож, собственно, на нашу отечественную букву. Теперь на дороге узнаете и не ошибетесь. Также у нас имеется камера переднего вида. Вот она прямо по центру решетки. Забегая вперед, камер у машины очень и очень много. Сзади у нас нет никакого шилдика черри. У нас есть только здоровенная надпись практически по всему багажнику. И манобровь стоп-сигнала полностью также, естественно, и светодиодов. По бокам снизу имеются противотуманки. И так как мы говорим с вами о китайцах, разумеется, не обошлось без большого количества разного рода помощников. Парктроники, естественно, вот они. Сзади имеются. И несколько камер заднего вида. Вот здесь и вот здесь. Аж целых две. Также, возможно, вы заметили классный выхлоп. Я бы даже назвал его пиздевый. Но, разумеется, это обманка. Правильно. Обманка. Вот, нет там ничего. Настоящий выхлоп вот тут вот находится. И это очень печально. И максимально плавненько мы подбираемся к багажнику этого автомобиля. Вообще, он открывается, как и многие современные модели, довольно технологично. Но, честно сказать, сколько бы я ни пробовал, у меня ничего не получилось. То есть нужно к нему подойти в упор, потом отойти чуть-чуть назад. Он начнет мигать аварийкой, ты отходишь еще назад, и он поднимается. Вот я подхожу, типа, груженный с сумками. Несу, значит, баулы. Несу, несу. Пусти меня. Так, загорелась. Перестала гореть. Охуеть. Я охуел. Найс. Мы в багажнике, с этим я вас и поздравляю. Сразу о цифрах. 475 литров он вмещает официально. Но таким нехитрым образом при складывании сидений мы увеличили объем нашего багажника до полутора тысячи литров. Также нельзя не отметить нашу любимую шторочку, которую я никогда не пользовался, но наверняка и кто-то другой пользуется. По бокам, вернее, с одного бока у нас есть подсветка и крючочки под всякие ваши дела интересные. Слева у нас имеется розетка на 12 вольт. В принципе, приятная на ощупь у нас обивочка идет. И главный гой сегодняшнего дня, который я так долго ждал на всех моих обзорах. Запаска. Какой полдер. На багажнике у нас, естественно, электропривод. Вроде бы вещь, конечно, очевидная в современных машинах, но каждый раз у нас все равно очень сильно радуется душа. Да. Пизда. А складывается он обычным нажатием кнопки. Мог бы, конечно, побыстрее это делать, но и так неплохо. А топливного бака немного попахивает инсайтом в тему того, что открывается он простым нажатием. А это значит, что, во-первых, это удобно, а во-вторых, любой заблудший цыган может отсосать у вас бензин. Ненавижу, блядь, цыган. Также по бокам у нас с двух сторон имеется вот такая яркая красная буква Т. Китайцы таким образом, я думаю, напоминают вам, о чем вы ездите, а то вдруг ненароком забудете. Первое, что вам нужно сделать, когда вы оказались внутри китайца, это, разумеется, привыкнуть к аппарату. Когда вы к аппарату привыкли, вам нужно сделать второе. Перестать реагировать на постоянные дурацкие пищалки. Очередные электронные помощники, про которые я так люблю вам рассказывать. На этот раз у нас ситуация выглядит следующим образом. Электроники, разумеется, напиханы сюда под самые помидоры. И проявляют у нас себя не в самых лучших качествах. То есть при перестроении, неважно, через сплошную, через прерывистую, показывать его поворотник или нет, она будет пищать. Она будет пищать и вам надоедать. Если вы малоопытный водитель или же вообще водитель без опыта, возможно, это вам будет помогать. Вдруг вы соберетесь заснуть за рулем или что-то еще. Если вы водитель опытный, разумеется, вас она будет раздражать. Вот как лично меня. Вторая электронная приблуда, которая меня очень забавляет. Ну, вернее, теперь стала забавлять, потому что я понял, что это такое. Если к вам кто-то пристроится сзади, прям вот вплотную, данная машина начнет нервничать и включит аварийку экстренно. И надо сказать, что многих водителей это вгоняет в состояние смятения и недоумения. Расскажу на своем примере. Еще до того, как я вплотную познакомился с китайцами и вот этим вот в частности, у меня была ситуация. Когда я ехал на своей машине по городу в свойственной своей манере, вплотную прижался к филейной части другого автомобиля. Китайцы, разумеется. И тут включилась аварийка. И я думаю, блядь, да за что ты мне спасибо говоришь? Что случилось? Или что ты хочешь этим сказать? А потом он еще и начал притормаживать. Я вообще этого маневра не понял, перестроился и свалил от него подальше. Но теперь я понимаю, что это просто такой вот электронный помощник, надо принять так как данность. Поэтому, друзья, если вы где-то у себя в городе увидите, что китаец моргает аварийкой, это вообще не значит, что он говорит спасибо. Это вообще может ничего не знать, что просто возможно вы к нему вплотную прижались, либо он на что-то еще как-то особенно остро реагирует. Следующая важная вещь, это, разумеется, расход топлива. Заявлено, как всегда, что-то там одно. Я вам сейчас обозначу совершенно другое. Тестируем мы ее ровно-ровно в рамках одного дня, не более в смешанном абсолютно режиме. Мы и по трассе покатались, и по городу покатались, и в пробочках наших любимых мы тоже, естественно, постояли. У нас показывает 10 и... 10 и 4. 10 и 4 километра на сотку. Ну вот, и в среднем, как говорит статистика, как говорят клиенты, друзья, знакомые, да, вот диапазон держится в районе 10-11. Единственное, наверное, зимой все-таки будет немного побольше. Много это или мало решать, разумеется, вам, но я думаю, для среднеразмерного кроссовера, для всей вашей семьи, с учетом комфорт, предоставленных по салону, удобств, безопасности и прочего, это вполне приемлемые цифры. При не самых скромных габаритах машины вообще не могу сказать, что, собственно говоря, машина клонит на поворотах, или она как-то заваливается, или что-то еще, или, может, пассажиров укачивает. Владимир, у вас укачивает? Нет. Владимира не укачивает. Ну, собственно, пассажиров у меня больше нет, поэтому поверим ему на слово. Также довольно дубоватые тормоза, к ним, ну, нужно привыкнуть, так же, как и к самому аппарату. Пару слов о габаритах машины, чтобы вы понимали, какого класса этот автомобиль. Данный экземпляр у нас... Эта машина короче и уже таких машин, как RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, то есть она вот по этим параметрам им уступает, но при этом она выше всех перечисленных своих конкурентов. Да, блядь, опять не тут руль, сука! Интересно, владельцы китайцев всегда так чилят? Открывая капот, я радуюсь так же, как и в тот момент, когда я открывал багажник. Виной тому газоотводы. Естественно, я всю жизнь катался на машине без газоотвода, поэтому каждый раз, когда они есть, я очень неистово радуюсь. Сразу обозначу, что в комплектации побогаче у нас закрыто практически все защиты. В этой комплектации у нас защиты закрыт непосредственно сам мотор. Ну, самое главное, они, в принципе, и закрыли. У нас остается доступ к щупу, к клеммам, к омывайке, к тормозухе, ко всему, в принципе, самому главному. Единственное, чего я хотел бы докопаться до вот этого странного рода резинок, потому что нету одной единой сплошной такого некого фильтра, знаете, чтобы грязь не попадала. Поэтому, я думаю, грязь сюда будет попадать. В принципе, видно по состоянию моторного отсека, что грязь сюда попадала. Но все-таки, я думаю, это будет в приличных рамках. Также у нас под капотом есть теплозащита. Ну, хоть какая-то есть и ладно. А теперь предлагаю поговорить непосредственно о моторах китайских и о вариациях. Что-то вообще у нас существует в самом Китае, что существует у нас, чем они различаются. Итак, для начала я предлагаю разобраться непосредственно с тем, что продается именно в Китае. Глобально там всего три вариации. Сразу озвучу, там нет полного привода. Там все три вариации только на переднем приводе. Экземпляр типа нашего. Полуторалитровый турбомотор, развивающий 156 лошадиных сил, называющийся TCI. Четырехцилиндровый, работает в связке с вариатором. Помимо этого мотора в другие вариации ставится еще один мотор, называющий TGDI. Он есть в вариации на полтора литра, выдающий 184 лошадиные силы. И на версию 1,6 литра. По-моему, он выдает 197 лошадиных сил. И работает он в связке с семиступым роботом. В Силоме, естественно. Что касается российских аналогов, я напоминаю, автомобиль называется TIGA 7 Pro Max. Да, как iPhone, не забываем. А TCI, тот же мотор, на полторашку с турбонадувом, выдает уже 147, а не 156. Занизили, чтобы налог был поменьше. Также к нам завезли и второй мотор, называющийся, напоминаю, TGDI. Объемом только, к сожалению, 1,6, полторашка TGDI не продается. Мотор TGDI 1,6 выдает 150 лошадиных сил вместо 197. Как у своего китайского собрата, все, разумеется, опять же, сделано, дабы сэкономить вам на налогах. Но, в отличие от своего китайского прародителя, наша вариация продается также и в полном приводе. То есть, чего в Китае не завезли. Там все обещают, обещают, но не завозят. А так как они знают, что у нас люди предпочитают на полном приводе двигаться, чтобы чувствовать себя уверенно. Для нас вот специально полный привод и придумали. Касательно надежности этих движков и, в принципе, агрегатов всего китайского, тут вещь какая. Я думаю, нет смысла сейчас об этом говорить. Машина 23-го года. Это я настатовал, по-моему, если не ошибаюсь, 22-го или 21-го. Банально они временем еще проверку не прошли. Пройдет вот лет 5. Тогда мы к этому разговору с вами и вернемся. А теперь, когда я сгладил углы как мог, хочется все-таки добавить от себя немножечко дегтя в эту прекрасную миску с рисом, дабы быть все-таки объективным. И у меня главный вопрос, наверное, как и у всех наших зрителей касательно китайского автопрома. Можно ли вообще им доверять? Что там по надежности и что с ними будет через несколько лет? Это самая главная претензия, которую мы чаще всего слышим. И я, собственно, сам с ней согласен. А тут дело вот в чем. Взять, например, флагманских каких-то японских представителей. Крауны 60-х годов выпускаются. Полвека уже прошло. Никаких вопросов по надежности. Никаких вопросов по эксплуатации. Это абсолютно флагманский автомобиль и для Японии, и для Тойоты. Все с ним предельно ясно и понятно. Камрюху взять, всем вам знакомую и любимую. 79-го года идет. Королка какая-нибудь 60-го года идет. Тоже все понятно. Да чего там далеко ходить. Кейкар банальный Сузуки Альта 79-го года. И уже 40 лет получается. Выпускается и проблем не знает. Не ломается, а если вдруг сломалось, все и узнают, как починить. Тут же вопрос в том, что машины новые. Взять эту, абсолютно любую другую. Выносим за скобки черри амулет, напоминаю. Машины новые, и мы не знаем, как они себя поведут через 2 года, через 3 года, через 5 лет. И по этому поводу у меня совершенно, как я считаю, справедливые опасения. Потому что я так же, как и вы, заинтересован в том, чтобы покупать и вам, и себе, например, в эксплуатацию какой-то хороший, качественный автомобиль. Я уверен, на YouTube, например, вы можете найти много роликов из разряда. Два года владею черри, все нормально, только на ТО заезжал. Либо год владею черри, все с ней вообще классно, ничего не поменял, ничего не развалилось, до заправки доезжаю классно. Ну и чего? Я могу, например, с крестной ролики найти, где человек ей 20 лет владеет. И действительно двигается на родном моторе, и проблем с ней не знает. Еще раз, это полная субъективщина. Я вас не призываю к тому, чтобы покупать или не покупать данные автомобили. Но я, как и вы, мыслями вот немного вот настороже. Немного я вот не доверяю до конца, и хочу вот подождать 2-3-5 лет, когда уже станет ситуация более понятна, посмотреть, что с ними, как они будут себя вести. Но китайцам, например, можно выразить респект за то, что они прислушиваются к обратной связи, например. То есть, если что-то не нравится потребителю, если что-то не нравится людям, которые покупают их машины, китайцы это мотают на ус. Жаль, нечего мне сейчас закрутить. Но китайцы мотают это на ус и исправляют какие-либо недочеты, которые потребитель озвучивает. То есть, что-то сделали не так, репу почесали, сказали, а да, извиняемся, мы это исправим. В Японии же, например, немного по-другому, как мне кажется, вопрос отстоит. То есть, потребители заявляют, нам вот это вот не нравится, поменяйте, пожалуйста, ну не устраивает, ну никак. Так, японцы чешут голову и говорят, ну привыкните. И все. Вот это, мне кажется, коренное отличие китайских брендов от японских. У китайских машин очень много напихано разного рода электроники, разного рода помощников. Куча подушек безопасности и всего, что, в принципе, связано с безопасностью. Но вопрос надежности по-прежнему остается открытым. КОНЕЦ КОНЕЦ Попадая в салон, ну я вам так скажу, я себя ощущаю ханом соло в соколе тысячелетия, потому что на контрасте с японцами, с вот их маленькими невзрачными дизайнами порой, маленькими невзрачными дисплеями, здесь все выглядит на порядок круче. Не могу не отметить, разумеется, здоровенный дисплей. Это просто, ну вот, что-то на полмашины, почти на всю торпеду. Ну куда это годится в хорошем смысле? Это просто охуенно. Селектор вариатора очень напоминает BMW-шные штучки вот эти вот. Очень мне импонирует вот этот пластик с отделкой а-ля металлик, но есть в нем большой минус, то есть он собирает на себе все возможные царапины. Сейчас вроде как нету, потому что машина еще относительно новая, но я уверен, год-два эксплуатации, и она вся будет в костках, это будет выглядеть крайне непрезентабельно. По салону у нас черная обивка, перфорированная, приятная кожа. Вроде как все ваши сопрягающиеся сидениями части тела будут дышать и отдыхать. Также у нас имеется регулировка водительского сидения, двигается вверх-вниз-перед-назад. Диффузоры у нас располагаются прямо посередине торпеды, они продольно идут от одной части салона до другой, то есть здесь она прерывается, но с левой стороны тоже имеется. Руль, разумеется, очень приятно трогать, имеет довольно приятную фигуру. Ребристый, есть за что подержаться, есть за что ухватиться. По климат-контролю дела у нас как обстоят? Да неплохо, я вам скажу, двухзонный климат-контроль у нас по переду. Также есть кнопочка SYNC, что в переводе на наш старославянский называется синхронизация. То есть можно климатические зоны синхронизировать. Попать, а что я не говорю? Аварийка, наша любимая, управление мультимедией, разумеется. Подогрев передних сидений водительского и пассажирского. Работают они в двух режимах. Также у нас имеется подогрев заднего стекла боковых и передних стекол. Переходим плавненько мы к рулю. Помимо управления громкостью в вашей мультимедиа, также есть возможность выбирать какие-либо режимы на вашем дисплее. Также с левой стороны у нас управление климат-контролем. И справа я вот сейчас буквально заметил, что меня также очень приятно удивило. Это подогрев руля. Работаем в одном режиме, но вещь крайне необходимая, особенно если вы живете в регионах суровой зимой. Помимо прочего, никуда без подстаканников в современном мире. Их у нас две штуки с приятными резинками, которые надежно фиксируют, что бы там ни было. Ручник у нас, естественно, электрический, все нажимается с кнопки. Также у нас имеется система помощи при спуске с каких-либо подъемов казистых и не очень. Имеется выбор двух режимов езды. Кстати, вот эта вот вещь очень для меня непонятная. Выбора езды всего два. Мы привыкли с вами в машинах видеть три типа езды. Ну, не знаю, какой, по крайней мере, я так привык. То есть экономичный, когда расход поменьше, нормальный, это что-то такое среднее, посередине. И спорт режим, когда обороты у вас скачут, вы можете погонять, похасанить и так далее. А в этой же машине представлено всего два режима. И это очень странная вещь для меня. То есть нормального режима здесь нету. Либо экономичный, либо спорт режим. Китайцы вам как будто говорят, ну, тут ребята, русские, у вас два выбора. Либо вы пенсионерите по правой полосе, либо вы хасаните и нажигаете, как в последний раз, по левой полосе. Чего-то вот посередине баланса какого-то вам не дано. Наличие у нас приятный подлокотник. Приятен он не только тем, что он здоровый, места хватит обоим, а тем, что в нем еще и есть вместительный бокс. Но проблема в том, что он никак не двигается и никак не регулируется. Мне с моей комплекцией метр с кепкой, в принципе, с таким вот своеобразным телосложением, вполне удобно сюда кинуть локоток и развалиться. А касательно, например, каких-либо моих низкорослых пассажиров, ну, я не знаю, вообще достанут они локтем, либо куда-то вот сюда будут упираться в беспроводную зарядку. Кстати, о беспроводной зарядке. Она у нас, разумеется, тоже в наличии, тоже вещь очень нужна, чтобы избавиться и минимизировать количество проводов. Вот она, все сюда звонилку свою кладете и наслаждаетесь движением, ни на что не отвлекаясь. Помимо прочего, не могу не отметить двойную полку, которая мне сразу визельными вот этими воспоминаниями навевает. Там тоже можно что-нибудь положить, что-нибудь ненужное и об этом с гордостью забыть на долгие года. Помимо этого, там у нас имеются два USB разъема и, так же, как и в багажнике, розетка на 12 вольт. Без бардачка в этот раз мы тоже не остались. Он у нас имеется, но, честно говоря, к плюсам данной машины вы явно не отнести. Он очень и очень мало, то есть буквально под документом пару отверток, да и не более. Пару слов о козырьках. Что у водителя, что у пассажира, либо же пассажирки отсутствует подсветка. Она присутствует, более богатая комплектация, но нам здесь вот как-то не повезло. У нас просто обычные зеркалики. Также новомодная люстра, которую, если я не ошибаюсь, тоже где-то видел. Где же я ее видел? Ну, где-то по-любому видел. Все тут у нас включается, все-таки у нас работает. И также имеется очко. Также у нас имеется очечник. Очечник, я сказал. Куда можно положить свои очки и завершением летнего сезона забыть про них примерно на год. И так как я ранее уже сказал, эта машина полный аналог того, что существует у нас, нашу мельцу уже научились русифицировать систему, даже если автомобиль был куплен из Китая. Как вы можете убедиться, все у нас переведено, как и на вот этом дисплее, так и на вот этом дисплее. Попадая в салон сзади, не сказать, что наразительно отличается от японцев. Конечно, немного попремиальней, но все-таки ушагали не так далеко, как того можно было ожидать. Самое главное у нас есть, естественно, подлокотник. Под что? Правильно? Пило! В сиденьях у нас имеются кармашки, также у нас есть дуйки для двух пассажиров, третий здесь лишний. О! Имеются подогревы двух сидений. Вот здесь, конечно, вещи это приятно, это нужно, если вы особенно в семье куда-то передвигаетесь. Также работает, как и спереди, в двух режимах. Два режима нагрева есть. Ну и USB разъемы, и какой-то маленький кармашек, я не знаю, ваши дети прятали сигарет, наверное. Место? Место по салону. Более чем хватает, все-таки какой-нибудь какой-то кроссовер, поэтому было бы срано, если бы место было впритык. Поэтому развалиться здесь можно, особенно детям, да даже и взрослым, да даже и скайпом. Ну что, друзья, вот такой у нас получился выпуск на нашего первопривезенного китайца. Надеемся, он будет не единственным, и их будет еще очень и очень много. В конце, по классике, о ценах. Это у нас, напоминаю, Cherry Tiggo 7+, 23-й год, 12 тысяч пробега. Мы его купили нашему клиенту за 2 миллиона 150 тысяч рублей. Можно немножко сэкономить, купить 22-го года, там будет другая морда. Его аналог в России это Cherry Tiggo 7 Pro, просто Pro без приставки Max. Его где-то в районе 2 миллионов, я думаю, можно приобрести. На этом у нас все, друзья. Подписывайтесь на наш канал обязательно, очень обязательно. Ставьте лайки, жмякайте колокольчики, пишите обязательно что-нибудь в комментариях касательно этого китайца, либо же другого китайца, либо просто пишите, как у вас дела, нам очень интересно, мы обязательно прочитаем и ответим. И помните самое главное, друзья, не бывает плохих автомобилей, зато бывают плохие водители в очень большом количестве. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok